Здравствуйте! ОКО продолжает череду трансляций из Испании, где проводят свои учебно-тренировочные сборы клубы российской премьер-лиги. Мы рады держать вас, друзья, в курсе событий и предлагаем вашему драгоценному вниманию очередную трансляцию, посвященную контрольному матчу. Незнающий поражений в этом межсезонье «Локомотив» сегодня проведет тренировочный матч, скажем так, в условиях, приближенных к боевым официальным железнодорожникам, будет противостоять один из самых успешных клубов Норвегии «Мёльд». До возобновления чемпионата России неделя, и этот матч для столичного клуба, по сути, генеральная репетиция. Последняя прикидка сил. Генеральный, если хотите, прокат перед сложным выездом в Краснодар. Естественно, мы с интересом и любопытством проследим за этой контрольной встречей. Я думаю, получим определенно важную информацию о готовности столичной команды ко второй части сезона в российской премьер-лиге. Погодные условия в Испании замечательные. Теплая, солнечная погода, хорошее поле. Очень комфортные условия, как в целом для проведения учебно-тренировочных сборов здесь в Марбеле, так и для проведения контрольных встреч. «Локомотив» сегодня сыграет свою последнюю контрольную встречу на сборах. Ну и затем будет весь тренировочный процесс, скажем так, зациклен на предстоящей игре против Краснодара. 25-го числа из Испании команда Гизделя отправится прямиком в столицу Краснодарского края. Ну а потом будет матч, который вызывает, конечно же, к себе большое внимание. Он будет сложный как для «Локомотива», так и для «Краснодара». Встречаются конкуренты в борьбе за самые высокие места. Ну и сегодня, еще раз повторяю для железнодорожников, по сути, последняя прикидка. Я уже обладаю стартовым составом «Локомотива», так же, как и его соперника. Огромное спасибо в очередной раз, выражая благодарность, говорю спасибо пресс-службе железнодорожников за то, что помогают очень здорово во время наших постоянных трансляций с испанских сборов «Локомотива». Есть изменения по сравнению с предыдущим матчем. Железнодорожники, напомню, выиграли и сыграли достаточно убедительно против шведского «Гитеборга». Победили они тогда 4-2, и определенную ротацию позволяет себе Маркус Кистель, главный тренер столичного клуба. Четыре изменения я насчитал по сравнению со стартовым составом против «Гитеборга». Сегодня есть изменения. Сегодня возвращается в ворота Даниил Худяков. Савин отдыхает. В резерве оказался Маци Ревос. Будет с первых минут играть Наир Текнизян. Также выходит с первых минут Пабло. Тингидвай вообще сегодня не заявлен на этот матч. Но с ним все в порядке. Спешу успокоить поклонников «Локомотива». Ему просто дана небольшая передышка. Пабло будет играть в основе сегодня. И возвращается в стартовый состав. Вилсон Изидор. Один из новичков московского клуба. В запасе Константин Амардишвили. Вот такие вот изменения. Кстати, Мерда несколько дней назад этот норвежский клуб играл с представителем российской премьер-лиги Ростовом. Норвежцы уступили 0-2. И по сравнению с матчем против ростовчан, три изменения в составе этой команды. Ну, я думаю, сейчас самое время, пока еще не появились команды на футбольном поле, полностью назвать вам, друзья, составы этих самых команд. Начнем, естественно, с «Локомотива». В воротах под 53-м номером будет играть Даниил Кудяков. Линия обороны. Фланги. Наир Тиктизян, 71-й номер. Максим Нинахов, 24-й. В центре обороны 3-й Пабло. И 18-й Марк Мампаси. Средняя линия и атака. В центре поля капитан команды Дмитрий Баринов, 6-й номер. 75-й Сергей Бабкин. Ближе к флангам будут, естественно, действовать. 94-й номер Дмитрий Рыбчинский и Рифат Жемалединов. В прошлой игре он составил пару в нападении с Яном Кухтой. Сегодня Зидор играет с Кухтой впереди в атаке, а Жемалединов уходит на фланг и будет действовать на позиции Константина Амаратишвили. У Жемаледина, 18-й номер, у Рыбчинского 94-й. У Яна Кухты лучшего бомбардира «Локомотива» на этих сборах. Забивает он в каждом матче. Действует просто потрясающе. 9-й номер Ян Кухта. И, естественно, болельщики «Локомотива» вновь ждут от него хорошей, продуктивной и, естественно, результативной игры. Изидор, 19-й номер. Жемалединов, 17-й. Маркус Гизель – главный тренер железнодорожника. Норвайс Девера. Это о рефере сегодняшней встречи. Мы видим, вот капитаны Дмитрий Баринов. Рядышком с ним находится Магнус Экрем, 7-й номер Мёльде. Опытный игрок, поступавший в свое время и за сборную Норвегии. Ему уже за 30. Когда-то даже он проходил через школу, через молодежку Манчестерю на этот. Поиграл в Швеции в Мальме. Также в английском клубе «Кардифи» и за клуб МЛС «Сиэтл». Он играл состав «Локомотива» на ваших экранах. Сейчас мы познакомимся и с составом Мёльде полностью. Вратарь норвежской команды – Якоб Карлстром. Первый номер. Третий – Бирг Риса. 21-й – Мартин Линас. Второй – Мартин Йорнбак. 28-й – Кристофер Хёген. 22-й – Магнус Гродем. Восьмой номер – Сирвит Мансверк. 25-й – Эмиль Брейвик. 7-й – Магнус Экрем, капитан команды. 20-й – Датро Фафана. Молодой нападающий, представляющий Кот Дюар в составе норвежской команды. И выходит так, что он единственный легионер на поле вот в этом стартовом составе Мёльды. И 17-й номер – Рафик Сихтини. У него марокканские корни. Сразу же замечу. Только что прозвучал свисток рефери. Матч начался. Ворота скандинавского клуба слева. И Мёльды играет в белоснежной форме. Традиционно зелено-красные цвета у «Локомотива». Я уже отметил, что «Локомотив» не проигрывает на этих сборах. Сегодня железнодорожники проводят свой пятый матч. Вначале они сыграли в ничью с клубом «Яблонец» 1-1. Потом переиграли «Пражскую Спарту» 3-2. Выиграли у шведского «Гетеборга» 4-2. А до этого сыграли в ничью с еще одним шведским клубом «Мальме» 1-1. И вот сегодня Мёльды последний соперник на сборах перед уже официальной встречей против футбольного клуба «Краснодар». Рефери фиксирует нарушения правил со стороны Мёльды. Изидор крупным планом. В тех встречах, в которых он выходил, очень старательно действовал. Старался наладить взаимопонимание с Кухтой. Не забивал пока. Но чувствуется, что может быть полезен железнодорожникам, как только полностью адаптируется. Я думаю, это время уже, по сути, пришло. Потому что скоро играет, еще раз повторяю, первый официальный матч во второй части нашего чемпионата. Ну, а Кухта словно всегда играл в «Локомотиве». Новичок команды действует с таким высоким коэффициентом полезного действия, с таким КПД. Ну, что просто действительно от удивления только можно руками разводить и потом этими же руками аплодировать чешскому нападающему. Нинахов из-за боковой. Практически во всех играх он играет в стартовом составе на правом фланге обороны. Видимо, именно он будет начинать вторую половину сезона как основной правый защитник железнодорожников. Еще один фолл позволяют себе игроки Мёльде. Мёльде-клуб у себя народни популярный, известный, достаточно титулованный. Не раз представлял свою страну Мёльде на Евроарене. Наверное, многие из вас помнят, как эта команда не пустила ЦСКА в основную сетку Лиги Чемпионов и сенсационно выбила армейцев из Лиги Чемпионов. У нас сейчас локомотив в атаке, такой мягкий наброс со стороны Рифата Жамалединова. Завязалась борьба в штрафной, ее выиграли скандинавы, а затем просто попроще, разряжая обстановку, последовал вынос и мяч ушел за пределы поля. Да, в 1999 году Мёльде сумел выбить в квалификации Лиги Чемпионов ЦСКА и тогда вместо армейцев именно норвежский клуб стал участником группового турнира Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне в Лиге Европы команда выступала и достаточно успешно стала второй в группе. Вслед за арсеналом норвежцы финишировали, опередили Рапид и Донблок. В одной шестнадцатой финала с представителем Бундеслиги справились. Хофенхайм прошли, в одной восьмой финала в упорной борьбе по сумме двух встреч уступили испанскому клубу «Граната». Ну и в нынешнем сезоне в квалификации Лиги Конференции играл Мёльде. Локматев пытается прорваться через центр, передача на Изидора не проходит. Теперь уже надо останавливать атаку соперника с железнодорожником. Единоборство, рефери считают, что не было нарушения правил в этом игровом эпизоде на Татрофа Пана. Да, фактурный, мощный, нападающий. И за ним надо внимательно присматривать. Технезиан из-за боковой готов ввести мяч в игру. Сегодня пара центральных защитников у локомотива Пабло и Марк Мампаси. Мампаси – новичок команды, молодой, с перспективами, центральный защитник. Пабло, наоборот, опытный, ему уже за 30. Ну а Тиньедвай, ещё раз повторяю, сегодня получил возможность получше как бы восстановиться. И он по замыслу тренерского штаба, не из-за травмы, а именно просто по причине, что нуждая на передышках, отсутствует даже среди запасных. Локомотив сразу же забрал себе мяч и играет первым номером. Это заметно, это бросается в глаза. Но, правда, пока железнодорожники не создали ни одного опасного момента, но ищут, ищут свои шансы в атаке. В России комбинируют Рыбчинский с Тиньезианом и экс-армеец, игрок молодёжной сборной России, зарабатывают угловой. Мяч от Мартина Бьёрбака ушёл за пределы поля. За три сезона играет он в Мёльде, ему под 30, сложившийся защитник. Тиньезиан с левой ноги, с короткого разбега, готов навешивать. Рыбчинский предлагается под розыгрыш стандарта. Тиньезиан подаёт. И будет ли удар по воротам? Да, удар состоялся. Подбор за Жемалединовым, но мяч, как следует, не лёг на правый подъём. Срезался мяч и ушёл мимо цели. Сергей Бабкин, молодой 19-летний центральный полузащитник Локомотива, подсказывает партнёрам. Ну, а бил Рифаджи Малединов. На этих сборах он уже неоднократно, на испанских сборах уже неоднократно делал голевые передачи. Пабо, спокойно, уверенно, технично, назад на Худякова. А здесь вот ошибка, ошибка возле собственной штрафной. И возникает напряжение, возникает даже опасный момент. И продолжают атаковать скандинавы. Сумеют ли они довести эту атаку до удара по воротам? Пытаются. Манверк пошире на левый фланг. Вновь мяч уходит. И впервые мы видим Мёльда в позиционной атаке. Но эта атака, по сути, началась с достаточно серьёзной, непонятной ошибки на фланге обороны Локомотива. Там мяч подарили сопернику. Потом пришлось немного понервничать. Афанам. Его встретили. Мяч у него отобрали. Подыгрыш Изидор. Тут же он открывается. И по флангу бежит. Рядом Симьян Кухта. Он должен уходить в центр. Есть поддержка и слева, со стороны Рыбчинского. Изидор берет игру на себя и ошибается. Не сумел своими финтами, обманными движениями на скорости обмануть, перехитрить опекуна. Хороший перевод. Это Рафик Цехнини. Руссенборг, Твенте, Лозанна и даже Ферентино были в его карьере. Но в Италии он практически не играл. 17-й номер. Но кого следует ещё обратить внимание в составе Мёльды. Я думаю, что как раз вот на 8-го номерах. Ему всего лишь 19 лет. Речь о Сиверте Мансверке. Но говорят о том, что к нему уже приглядываются серьёзно такие клубы, как Астон Вилла, Эвертон, Интер, Болонни. Он один из самых дорогих игроков своей команды. Ориентировочно его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч. Поперёк поля катит мяч, играет через ближнего Сергей Бабкин. Баринов. Павло. Марк Мампаси. Украинский легионер в составе Локомотива. Воспитание шахтёра, пришившись из Мариуполя. Рыбчинский. Хорошо поддерживает атаку. Через фланг. Прострельная передача. Тегнезиан бьёт. И у него так же, как и у Жималединова. Не получается удар. Мяч не лёг. Как принято говорить в таких ситуациях, как следует на лапу. Но с мячом по-прежнему железнодорожники. Они доминируют. И хорошо комбинируют. Держат мяч. Много игры в касание. Это радует. Изидор. Милсон поднимает голову. Перекладывает мяч с одной ноги на другую. Навешивает. Достаточно опасно. Там сразу два игрока. Локомотива были в этой зоне. Рыбчинский и Ян Кухта. Изидор львётся вперёд. Ушёл от двоих. И такое было впечатление. Если бы упал, судья бы, скорее всего, назначил штрафной. Там чуть-чуть его цепляли. Но он на ногах удержался. А теперь пауза. Рефери в игру вмешивается. Пафана обратил внимание арбитра на то, что против него рисковато. Сыграл кто-то из игроков Локомотива. А это проход Изидора. Сразу ныряют между двух соперников. Тут третий успевает встретить. Причём третьим был третий номер. Бирк Риса. Прошедший школу немецкого футбола. Был он в молодёжной команде Кёльна. Баринов на фланг. Во время матча Локомотива с Гетеборгом, который мне довелось комментировать, я вспоминал о том, что заезжали на базу Локомотива, общались с игроками, тренеры сборной России во главе с Валерием Карпином. Вот совсем недавно Марбелию посетил и тренер нашей молодёжницы сборной Михаил Галактионов. А в составе Локомотива есть футболисты, на которых он, конечно же, надеется и даже может опереться в решающих матчах отборочного цикла. Рычинский. Мампаси. Надо менять акцент атаки. Там подсказка пошла от бровки. Баринов возвращает мяч. Мампаси. По-прежнему, у Локомотива вне игры основной галкипер Гильермо. Он уже работает с мячом, но пока не в общей группе. Так что, скорее всего, в игре против Краснодара ворота Локомотива будет вновь защищать 18-летний Дениэл Худяков. Вне игры на протяжении этих сборов Антон Миранчук также травмированы и работают по индивидуальной программе Макеев, Куликов, Камано и Ротендель. Остальные все живы-здоровы. Все готовы играть как сегодня, так и против Краснодара. Кухта подхватил мяч. Перешедший из Славии про скейф-форвард. За полтора года в Славии он наколотил 32 мяча. Пришел в Локомотив. В последующем на сборах забивает в каждом матче. Лучший бомбардир команды на его счету 5 мячей. Дерг, находящийся в резерве, забил 2 гола. Также забивали еще Рыбус и Жамалединов. Но и Жамалединов еще раз отмечу лучший ассистент на сборах. Хорошо, тут Локомотив поборолся. Коллективный отбор и мяч этот вырвал у соперника Сергей Бабкин. Рыбчинский получил передачу от своего капитана Дмитрия Баринова. Рыбчинский идет в штраф, но смело играет. Здесь Кухта. Острый угол, бить неудобно. Соперник на ноге и мешает. Чехов Мартин бьет бак. Очередной угловой Локомотива мы сейчас с вами увидим. Кто вновь пойдет на Ирте Князян навешивать. Да, уроженец Санкт-Петербурга. Воспитанник ЦСКА. А ныне игрок Локомотива Наирте Князян берет мяч. Устанавливает его и со своей рабочей левой сейчас вновь будет навешивать. Борьба. Подбор. И удар. Первый удар в створ в ворот. Конечно же не опасный. Мяч еле-еле долетел до вратаря Мельде якобы Карл Суромо. Но все равно для статистики действительно это был первый удар в створ в ворот. Рисковато в этом игровом эпизоде сыграл Сергей Бабкин. Мог и на желтую карточку нарваться. Встретил так мощно по-мужски Кристофера Хеогена, наш полузащитник. Давно играет в Мельде 28-й номер этой команды с 18-го года. Ему 27 лет и ранее выступал за такой скандинавский клуб, как Битин. Далеко выходит за пределы собственной штрафной Якоб Харлстром. Он новичок Мельде, но наигрывается как основной голкипер. У него великолепные данные, высоченный голкипер. Два метра рост у первого номера норвежской команды. 25 лет. Изидор штрафной, хорошая передача. Кухта, надо забивать! И вот этот двухметровый гигант сложился, среагировал. И реакция фантастическая, и координация спасает свою команду. Якоб Харлстром, а как был близок к своему шестому голу за локомотив Ян Кухта. И прекрасно ему ассистировал другой новичок, Вилсон Изидор. Вот и первый момент. По-настоящему опасный, острейший. И, в общем-то, голевой, но восхитительно играет, защищая свои ворота Якоб Харлстром. Еще раз с вами смотрим. Изидор открылся в касание, перебрасывает мяч. И метров с девяти, не на силу полагаясь, а на точность с левой щекой, бьет, казалось бы, наверняка, чешский легионер локомотива. Но в ближнем бою не дрогнул первый номер Мельды. Вот и первый эпизод, когда проявил себя галкипер в этой встрече. А до Худякова мяч практически не доходит. Тут толчок, тут нарушение правил со стороны Датрова Вана. Толкнул он спину так откровенно, и на это обязан был среагировать арбитр. Толкнул Пабло. Худяков. В прошлом матч против Гитеборга играл Андрей Савин. Третий голкипер локомотива. Но нельзя сказать, что все получилось у Андрея. Были определенные недочеты, недоработки вратарские в той встрече. Но локомотив победил со счетом 4-2. А буквально в самом конце матча, там на пару минут на поле вышел еще один молодой голкипер. Прочитом незнакомый Матюнин. Но до него мяч так ни разу не долетел. Тем не менее, он, получается, отыграл на ноль. Вот неплохая атака. И завершается все-таки она угловым. Пытался избежать этого корнера галкипера локомотива. Но судьи посчитали, что мяч успел выскочить за линию. Сейчас неплохо атаковали правым флангом норвежцы. Такая размашистая атака с переводом. Дело закончилось стандартом. Магнус Эйкрэм, капитан команды. С богатым международным опытом полузащитник. Выполняет угловой на ближнюю штангу. Резкая подача. Опасный момент выручает Худяков. Ну а дальше, дальше ему мяч зафиксировать не удалось. Прострел. Отбились сейчас железнодорожники и пытаются выйти в быструю контратаку. Изидор. Его встретил Фуфана. Тут перехват. Вперед уже устремляется Манаверк. Фуфана. Вот и свой момент сумели создать у чужих ворот при стандарте футболисты Мельды. Успел закрыть ближний угол галкипера локомотива Даниил Худяков. Черезнодорожники требуют от арбитра, чтобы он зафиксировал фоул в атаке. А судья показывает играем. Мельда атакует. Но только сейчас судья реагирует. И пытается выяснить. Все ли в порядке с защитником локомотива? Это Максим Нинахов. Вот эпизод. Это соперник в него воткнулся. Продолжается игра. Идет 18-я минута. 0-0. По опасным моментам счет ничейный 1-1. Ян Кухта не реализовал, казалось бы, ну просто вернейший момент. Удар в ближний угол. На месте Худяков. В игре против Гитеборга забивали Кухта, Жмелединов, Керк и Рыбус. Локомотив быстро повел уже на восьмой минуте. Уступал по итогам первого тайма 1-2. Но во втором тайме сумел забить три безответных мяча. Локомотив забивает во всех встречах, но локомотив при этом на сборах пока не играет на ноль. На это тоже следует обратить внимание. Сейчас неплохой игровой отрезок. Выдают соперники железнодорожников. Проявляют они активность у чужих ворот. Удар. Мимо цели. Эти команды встречались за последние годы. Трижды, естественно, всегда в феврале и на сборах. В 2019 году была зафиксирована ничья 1-1. Тогда Владислав Игнатьев сумел счет сравнять уже в компенсированное арбитром время. В феврале 2014 года локомотив выиграл благодаря реализованному 11-метровому удару Александра Самедова. И в 2013 году локомотив проиграл в контрольном матче 0-0-1. Ну а если возвращаться к Еврокубковому выступлению норвежцев, к квалификациям Лиги Конференции они прошли по сумме двух встреч Сервет. Швейцарский 3-0-0-2. И споткнулись на турецком Трампзаспоре 3-3-1-2. Зидор в поисках мяча ушел справа налево. Технезиан. Марк Мампаси. Пабло. Баринов. Нинахов. Максим играет назад. Все увереннее и увереннее с каждым контрольным матчем действует на правом фланге. Максим Нинахов. Это буквально бросается в глаза. Ну и, наверное, то, что тренерский штаб ему доверяет, это, конечно же, окрыляет. И вот этой самой уверенности добавляет. Проиграли сейчас борьбу за мяч в центре поля железнодорожники. Соперник пытается атаковать через фланг. Мяч возвращается в центр. Вана неплохо на партнера. Будет ли удар по воротам и штрафной? Баринов страхует. Молодец капитан. Здорово. И выбрал позицию, и прочувствовал эпизод. И действительно помог серьезно. Именно от ноги Баринову мяч ушел за пределы поля. Нинахов боролся. Соперник тут его так изрядно помучил. Отмечаем Рафика Сихнини, 17-го номера. Как он на движении, навстречу, там поймал защитника локомотива. Там чуть ли не в доме кому мяч прокинул. Готов уже был нанести удар по воротам. Но на подстраховке изумительно сработал Дмитрий Баринов. После первого углового в исполнении капитана Мельда возник опасный момент. И вновь напряжение. Хорошие, резкие такие подачи идут от капитана, от Магуса Экрама. Сейчас не успел, хотя и устремился к этому мячу, но не успел сыграть Даниил Худяков. Еще один угловой. Многолюдная, даже не в штрафной площади, а в площади ворот локомотива. Скандинавы традиционно серьезно относятся к стандартным положениям. Их наигрывают. Там есть рослые ребята. Но вот после третьего углового не удалось создать опасный момент. У него это вынос от голкипера. И от одного вратаря мяч прилетает к другому. Даниил Худяков. Недавно исполнилось ему 18 лет. Технизян. Рыбчинский центр. Но если брать процент владения мячом, то к середине первого тайма понятно, что у локомотива в этом плане есть преимущество. Хотя в последние минуты так 5-7 игра подровнялась. Это очевидно. И уже Мелька немало атаковал. Найер Технизян. Дмитрий Рыбчинский. Связочка работает. Изидор. Дал он большое интервью официальному сайту локомотива. Много чего интересного, любопытного рассказал. Если есть интерес, есть желание, прочитайте. Жамалединов встречает соперника на предположном фланге. Тут же следует длинный пас. Заброс в надежде на мощь и скорость до трофа фана. Но внимательно действуют не только крайние, но и центральные защитники локомотива. Зоны закрывают. Борьбу не проигрывают. В атаке Скандинавы есть проникновение в штрафную. Удар поворотом в ближний угол. Реагирует и выручает свою команду вратарь локомотива. Молодец. Удар плотный. Так из-под защитника мяч вылетал, но к этому оказался готов Даниил Худяков. Еще один угловой. Пытаются и, знаете, во многом даже удается в последние минуты перехватить инициативу Мердер. А капитан подает угловые и справа, и слева. И вот подача опять очень хорошая. Почему-то никем не прикрыт фуфана. И он с двух-трех метров мяч переправляет головой. Вынужден капитулировать Даниил Худяков. Вновь не сыграть на ноль локомотиву на сборах испанских. И надо отыгрываться. И в игре против Гитеборга возникали вопросы к игре и вратаря, и защитников при стандартах. Помните, после стандартов практически Гитеборг свои мячи забивал. Ну и вот сейчас на выходе не решился сыграть. Худяков, да и сложно. Подача такая была резкая, коварная по высоте. Удобная для бьющего, но неудобная, чтобы играть вратарю. Но почему против фуфана никто не сыграл, как надо в этом эпизоде? По сути, даже не навязал ему борьбу. Вот это большой вопрос. Это серьезная недоработка. Локомотив уступает счете 0-1. Ну и отмечаем, что своим шансом воспользовался до трофа фанат. Именно он на 24-й минуте открывает счет в этом контрольном матче. Внимательный терь, надо к железнодорожникам относиться, когда встречают соперника и лишний раз угловые не зарабатывают, потому что мы видим, что есть большой мастерюга в составе Мельды, кто умеет здорово доставлять мяч после корнера в штрафную. Это капитан Магнус Эйкре. Ждем ответа Локомотива. Тикнезян не удержал мяч в поле. И никуда не спешат, никуда не торопятся. Норвежцы берут небольшую паузу. Якоб Карлстром. Умерла богатая история. Клуб основан в 1911 году. Четыре раза эта команда брала чемпионский титул в Норвегии. Последний раз в 19-м году. Последние два сезона эта команда завершает в качестве серебряного призера чемпионата Норвегии. Всего 11 раз за свою историю на втором месте этот норвежский клуб в чемпионате финишировал. Три раза брал бронзовые медали. Четыре раза выигрывал кубок. В последний раз кубок в своих руках держали игроки Мельда в 2014 году. Ну, безусловно, веха в истории клуба. Это 99-й год и участие в Лиге чемпионов. Про квалификацию с СССР я уже вспоминал. Ну и то, что в прошлом сезоне команда добралась до 1-й восьмой финала Лиги Европы. Это тоже самые лучшие стороны характеризуют Мельда. Локомотив атакует. Перевод напрашивается. Технезян здесь. Пошло забегание Баринова. Технезян в штрафную. На кухту. Жималединов с мячом не встретился. И что дальше? А дальше очень хорошо навязывает борьбу Нинахову Фафана. Технезян. Побольше локомотив левым флангом атакуют, нежели правым в первом тайме. Баринов. Направо. И аут в пользу железнодорожников. Ну как здесь не вспомнить, если говорить о Мельде, что относительно недавно эту команду тренировал Олегунов Сульшайр. И именно из Мельда он перебрался как тренер в Манчестер Юнайтед. Выигрывал он с Мельда чемпионский китул в своей стране. Вот локомотив в атаке. И надо забивать. Но не получился точным удар. У Кухте еще один неиспользованный момент у чешского форварда. Бил с левой ноги. Поймал отскок от газона. Изидор вновь хорош в плане подносящего, скажем так, патроны или снаряды. В первом эпизоде, когда Изидор отлично ассистировал Кухте, вратарь сыграл великолепно норвежской команды. Сейчас Кухте перебросил мяч через перекладину. Но момент был близкий к тому, чтобы стать голевым. В первом тайме пока немножко не везет Яну Кухте. Два хороших момента и оба неиспользованы. Хочу отметить, что нынешний тренер Мельда, Эрлинг Мо, работал ассистентом у Сульшера. В клубе он уже давно, с 15-го года. Но как уж Сульшера ушел, в Манчестеру на этот Эрлинг Мо стал главным тренером. 21 год норвежскому специалисту. Фафанану буквально рвет и мечет. Окрылен он и выдушевлен тем обстоятельством, что удалось забить гол. Сейчас хорошо поборолся. Зацепился за мяч и через партнеров сыграл точно. Лукмати повороняется. Плотнее надо играть. Дают развернуться, дают принять мяч, развернуться, пробить. И этим пользуется капитан норвежской команды Магнус Эйкрем. Тут надо поплотнее играть. Почетче. Ну и вратарь должен подсказывать обязательно. И опять угловой. И опять наверняка возникнет напряженная ситуация в штрафной, а, быть может, даже и в площади ворот Худякова. Да, на пути мяча встал Пабло. Локомотив пропустил после стандарта. Внимание к этому эпизоду. Навес. Борьба на ближней штанге. Локомотив справляется. Что дальше? А дальше еще одна подача. Там столкновение штрафной. Удар слета мимо цели. Игроки Мельда обращаются к рефери. Я считаю, что там было нарушение, что там грубо сыграли против... Это у нас 22 номер. Это значит Магнус Гродо. Или это был Кристофер Хеоген. Ну, кто-то из них. Фана. Подыгрыш опять отлично играет. И выходит один в один, но не переигрывает. К счастью, для Локомотива Даниила Худякова. Тот намертво забирает мяч. Положился на свою реакцию. Удача была на стороне голкипера. Тоже, безусловно, спас свою команду. Локомотив провалился в обороне. Смотрите. Перед этим прошла такая стеночка. Затем подождал, когда наберет скорость, наберет ход до трофов Фана капитан Магнус Экрам. И так удобно. Покатил ему мяч на ход. Момент был действительно голевой. Мог сейчас Локомотив пропустить свой второй мяч. В этой встрече, к счастью, не подвел голкипер. Кто сегодня в запасе у Локомотива? Молодые вратари Матюнин и Савин. Полевые Живоглядов, Рыбус, Бека-Бека, Мрадишвили, Керк, Петров и Холын. Фуфана вновь бежит здорово. И лишь последний миг. Очень сильно рискуя, но в подкате играет чисто. Достает мяч Максим Нинахов. Спасает ситуацию. Казалось, еще мгновение. И Фуфана прорвется. Вновь в штрафную площадь железнодорожников. Небольшое повреждение получает 24-й номер московской команды. Который покатился. Может быть, Бок ободрал. А может быть, просто получил удар Бок. Разодрал Бок, так и есть. Во время этого отчаянного подката выпускник Академии Динамо, поигравший за Тюмень, за Скахабаровск, Ротер и Ахмад. И у нас небольшая пауза. 33-я минута. Пока Локомотив проигрывает 0-1. Но у Локомотива были моменты для того, чтобы забить. Были эпизоды, когда развить успех мог и футбольный клуб Мёльде. Неслучайно показали до трофа Фуфана. Он забил. И в еще одном эпизоде, выходя один на один с Худяковым, его не переиграл. Резервисты Мёльде. А мы с вами смотрим опасные моменты. Это удар с разворота Эйкрама. Пабло хорошо сыграл, успел поставить блок. Но все равно здесь не доработали. И защитники, и полузащитники Локомотива. Уж слишком много пространства они оставляют своим оппонентам в штрафной площади. Плотнее надо играть. От Экизиана мяч ушел за пределы поля. Отлично. Рыбчинский мяч отвоевал. И к тому же еще сыграл точно в центр. Здесь подкат. И не сумел же Мелединов сразу организовать контратаку. Но не выключился с эпизода. Вступил в борьбу. И мяч этот доставил партнеру. А теперь уже Зидор. Подает. На кухту. На этот раз человек с мячом не встретился. Напаси. Идет вперед центральный защитник по моменту. Остается здесь рядом с группой атаки. Но вот сейчас ему партнеру подсказывают. Отскочи, отскочи к середине поля. Займи привычную для себя позицию на футбольном поле. Не совсем уверенно. Мансверк сыграл. Свеча. И фолл в атаке. Фиксирует испанский орбитер. Чемпионат Норвегии стартует в апреле. В самом начале апреля первая игра у Мельде против клуба Валеренко. Второго апреля. Первый тур. Но раньше, уже в марте, в середине марта будут кубковые встречи. Первой кубковой встречи Мельде играть с клубом «Одбер». То, что касается календаря «Локомотива». 27-го числа. Матч на выезде против Краснодара. Третьего числа. Домашняя кубковая встреча против Енисея в рамках 1-8 финала. Шестого. Дома принимать «Химки». 12-го марта дерби с ЦСКА. Остался мяч в игре. Перевод прошел. А вот здесь не удержался на ногах. Игрок в белой форме. Потеря. Шанс для «Локомотива». Ошибся же Малюгинов. Подпустил к себе сразу двух соперников. Второй номер датской команды. Но успел мяч откинуть назад своему голкиперу. Это был Мартин Гюрбак. Пафана вновь идет напролом. Пабло. Падение. Здесь все-таки разобрались в последний миг. Мне показалось, какая-то определенная недосказанность возникла между вратарем и центральными защитниками. Но успел Худяков этот мяч забрать. И этот мяч оберегали и прикрывали от ног форварда и Пабло, и Мампаси. Технизян идет вперед. Низом отправляет мяч. Небольшой рикошет. Фола нет. Рыбчинский может пробить. Удар поворотом из-за предела штрафной. Жамалединов. Рифат. Чуть-чуть назад. Баринов. Рыбчинский. Из-за предела штрафной. Локомотив практически не бьет в первом тайме. А вот хорошая передача на ход, проникающая от Жамаледдинова на Дмитрия Рыбчинского. Но чуть сильно, чем нужно было, сделал эту передачу 17-й номер. Локомотива. А он умеет делать такие передачи, которые превращаются затем в голы. И на этих испанских сборах он уже несколько раз подобное демонстрировал. Особенно хорошо работал он в связке именно с Яном Кухтой. Пабло на ваших экранах, имеющий, пусть и небольшой, но все-таки опыт выступления за сборную Бразилии. На родине играл за клуб «Коринтианс», играл во Франции за «Бордо». Технезиан запускает здесь ошибку, пытается исправиться, встречает соперника. И удар по воротам. Очень опасный момент. Не справился с первым ударом, не сумел зафиксировать мяч намертво Худяков, но затем уже повторным касанием он выручает, потому что там готов был игрок норвежской команды буквально занести мяч с метра в ворота. Самоотверженно сыграл голкипер, но очень-очень все время так нервно при проникновении с мячом белок в штрафную площадь «Локомотива». Много суеты при обороне и таких достаточно простых позиционных ошибок. Ведь мяч перескочил через Технезиана, и тем самым фланг был вскрыт. Потом возник этот эпизод. И дают бить. И дают бить из пределов штрафной. Вот еще одно подтверждение. Уже вошел, влетел в штрафную. Сихнини пробил. Хорошо для «Локомотива», что выше цели. «Локомотив» уступает в первом тайме. Скоро перерыв 0-1. Но знаете, «Локомотив» проиграл первый тайм Гетеборгу 1-2. А в итоге победил 4-2. Но тогда вот в плане качества игры, и если говорить об ошибках, так все получше выглядело у железнодорожников, нежели вот в сегодняшнем первом тайме в игре против технициан зарабатывает угловой для своей команды. Нет, все, понятно, стараются. Все хотят себя проявлять, закрепиться в составе. Не дать усомниться тренерскому штабу, что что-то, мол, не так. Но сегодня больше ошибок, особенно в обороне. Ну, нельзя тут всех собак вешать исключительно на четверку защитников, и средняя линия должна дорабатывать, помогать. А вот момент, удар, правда, не очень сильный. Это там Пабло подключился. Да, это он пробил и вынужден был вот так завалиться на свой левый бок двухметровый Якоб Калстром. Кнезиан подает, успевает опередить соперников. Бразилиц бьет неплохо, но недостаточно сильно. И момент удара видел Галкипер Мельд. Контраатака белых, это опасно. Афана приближается к штрафной. Играет налево, прострел. Очень много по мячу как бы работают в обороне футболисты Локомотива, а реагируют только на то, что вот где мяч, вот там как бы все внимание. Иногда теряют, теряют из виду игроков, которые готовы предложиться под передачу. Нинахо сыграл назад. Наир Текнезян предложился. Ручинский. Дмитрий может на скорости пойти в дриблинг. А он смещается в центр, прикрывает мяч корпусом. И заставил тут вот так играть своего капитана. Неудобная передача в шпагате. Просто вытянулся. Пытаясь за этот мяч зацепиться Дмитрий Барин. Такую передачу принять и обработать, учитывая качество паса, не самое лучшее. Могла, наверное, только Анастасия Волочкова. Кудяков. Последние минуты первого тайма. Ну, во втором тайме мы, конечно же, увидим новых игроков в составе Локомотива. Думаю, что и в составе Мюль. Зидор против него Риса. Зидор на ближнюю штангу набросил на этот раз мяч. Не прошел пас. Гродом вперед. Мне кажется, подталкивал игрока Локомотива в этом эпизоде полузащитник Мюльды. Арбитр не среагировал. Ну, Мюльды следует по первому тайму отметить сверхактивного до трофа Фана. И вот он претендует на свой еще один гол. И какое спасение. Ну, как же здорово сыграл Даниила Худяков в этом эпизоде. Фана не понимает, почему он не стал автором хит-трика по итогам первого тайма. Потому что это у него уже третий момент. Один он использовал, когда пробил головой с близкого расстояния после корнера. Потом выходил один на один. С Худяковым он намертво забрал мяч. А сейчас бил в упор. Мощный Фафана. Ну, какая реакция феноменальная у 53-го номера Локомотива. Дают проявлять себя с самой лучшей стороны. Они должны этого делать защитники Локомотива. Не успевают порой, не дорабатывают. Игроков теряют. Как на подстопах штрафной, так и внутри штрафной площади. И поэтому работы в первом тайме достаточно много у Худякова. А как осмелели скандинавы, особенно после того, как они забили гол и вышли вперед. Они сейчас доминируют. Бьют с различных дистанций. С большой нагрузкой в последние минуты. И в последние, наверное, даже минут 15 играет оборона Локомотива. И уже сто потов сошло с Худякова. Есть, что обсудить. Есть о чем поговорить в перерыве. Главному тренеру железнодорожников Маркусу Гиздалю надо что-то там подкрутить в головах у своих футболистов, подсказать. Недочетов было прилично. Больше значительно, чем вообще можно и нужно. Понятно, что футбол – это игра, и она состоит из удачных и неудачных действий, из ошибок. Если бы никто не ошибался, мы вообще голов бы не увидели с вами в футболе. Все матчами 0-0 заканчивались. Главное – эти самые ошибки минимизировать и не допускать их в достаточно простых ситуациях. Вот это важно. 45-я минута. Побежала. Успеет Локомотив провести еще одну атаку? Наверное, не успеет, потому что нарушение позволяет себе Баринов недалеко от центрального круга и с мячом футболиста Мельда. Вот этот момент. Использовал активно руки капитан. Железнодорожников нарушил правила наматлини в Бьернберге. И опять фол. В первом тайме у нас без желтых карточек. Но, видимо, и обойдется без желтых. Хотя с газона пока никак не может подняться Магнус Гродо. 22-й номер. Ну, такой вот первый тайм. Бережне надо Локомотивову было бы отнестись к своим голевым моментам. А Ян Кухта мог. Причем дважды забить. Еще несколько неплохих подходов атакующих Локомотив продемонстрировал. Но очень много позволяли своей штрафной сопернику. Особенно во второй половине первого тайма. Игроки в зелено-красной форме в одном эпизоде при стандарте не доглядели. За Фафана он и открыл счет. Он мог забить еще дважды. Но ему помешал здорово сыгравший вратарь Локомотива Худяков. Худяков. Судья уже посматривает на свой секундомер. Решил что-то накинуть. Ну, может, минутку. Играем. Показывает рефери. И вот сейчас будет показана желтая карточка. Закипел Джумалединов, Физидор, Баринов в роли миротворца. Но понятно, что Рефат пытается объяснить на языке футбола рефери, что там вот в предыдущей атаке было нарушение. Вы, господин судья, не замечаете. А потом реагируете. Но здесь Изидор боролся. То есть Изидор именно получил желтую карточку. Да. В самом конце первого тайма уже в компенсированное время возник вот этот момент. Все было достаточно эмоционально на повышенных тонах. Поговорили и с арбитром, и друг с другом футболисты. Но Изидор получил желтую. Все. Первый тайм окончен. Контрольный матч в Марбелле. Локомотив против норвежского Мельде. 0-1. Итог. Первых 45 минут. Единственный мяч на свой счет записал в середине первого тайма Датро Фавана. Он хорошо выпрыгнул, здорово выбрал позицию. Ему никто из игроков локомотива не помешал. И он буквально расстрелял Худякова. Но при этом он упустил два великолепных шанса. Забить еще. Мог оформить трик. Но наш голкипер не позволил ему это сделать. Дважды выручил. Был момент, когда спас свою команду и голкипер Мельде Якоб Карлстрём. Ждем, когда команда вернутся на футбольное поле и продолжит выяснять отношения. Будем надеяться, что локомотив в тайме втором покажет более качественную игру, нежели в первом тайме против норвежского директора. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 И вот здесь рефери замечает нарушение правды. Да. Да, ну, действительно, здесь не в мяч, а в ногу голеностоп угодил центральной защите железнодорожников Пабло Форварду Мюльде. Мансверк переводит мяч на противоположный фланг. Там действует Мартин Вьордбак. Играет он точно. А вот этот перевод уже справа налево не удался. И как не пытался мяч в игре оставить Ристофер Хёгген. Он был бессилен, партнер сыграл плохо. Жамалединов. Рыбчинский. Кухта сохранил этот мяч и делает хорошую передачу в центр. И там предложился, открылся, оказался на позиции центрального нападающего Константина Мардешвили. Вот здесь Кухта падает, столкновение. Ну, тут, наверное, и такая ситуация, которую можно трактовать обоюдочка. А вот здесь, возможно, и было нарушение правил. Да, скорее всего, было. И, понятно, реакция игроков в зелено-красной форме. Жамаледдинова там за шею схватили и уложили на газон. Мне кажется, это был пенальти. Если в моменте с Кухты так 50-50, 50 на 50, там такая толкотня была и со стороны форварда, и со стороны защитника. А вот когда Жамаледдинова прихватили, это фол. Ну, и не стоит удивляться такой бурной реакции игроков «Локомотива» на тот эпизод. Знаете, как здорово технично принимает мяч, отлично работает Якоб Карлстром. А «Локомотива» продолжает готовить свою очередную атаку. Лучший бомбардир «Локомотива» на сборах Кухты забил пять мячей. Керк забил два мяча. Еще забивали «Рыбус» и Жамаледдин. Все новички «Локомотива», «Кухта», «Мампаси» и «Изидор» на поле. Пока еще «Локомотив» не проигрывал на сборах. И, конечно же, не хочет сегодня проигрывать в последней контрольной встрече Хуфана. На этом атаке все под контролем у Нинахова, так же, как и у Хадикова. Жесткий стык, здорово поставил ногу, не испугался Рыфа Джамаледдин. И он уже приближается к штрафной, а вот пас у него не получился. Рядышком левее были Константин Маргешвили и Ян Кухта. Надо такие моменты использовать, надо более качественно играть. В отборе было сыграно здорово, а вот передача не прошла. «Рыбус» комбинирует с Бариновым. Рядышком все-таки Бабкин. Ой, как хорошо сыграл Рифат в этом игровом эпизоде. Бабкин уже штрафной. Мягкий наброс на дальнюю штангу. И будет угловой. Мяч уходит за пределы поля от головы Мартина Бьернбака. Неплохо. Сейчас железнодорожники атаковали, комбинировали. Искали свой момент. Да, Константин Маргешвили, так же, как и замененный Наир Текнизян, замененный «Рыбусом», перешел в локомотив из ЦСКА. Откликался на этот наброс на дальнюю штангу Маргешвили. Его опередил соперник. И вновь хорошо играет в воздухе Мартин Бьернбак. Подбор за локомотивом. Локомотив сейчас контролирует игру. Локомотив вновь играет, как и в первой половине первого тайма, первым номером. И пытается забить. Локомотив сейчас пытается счет сравнять. Бабкин. Я уже вспоминал о том, что несколько дней назад Мерда проиграл в Ростову. 0-2. У российского клуба отличились Дмитрий Полос и Алиса У. А до этого выиграли у шведского клуба Хамаргюм. 3-1. Фанат тогда отличился дважды. Сегодня он забил локомотиву. Эйкером забил. Сегодня он автор голевой передачи. Сохранил, сохранил мяч в игре. Молодец Константин. Мордишвили. Хотя игроки норвежской команды обращаются к орбитру. Считают, что мяч покинул пределы поля. Здесь нарушение. Так вот, проиграли Ростову 0-2. Выиграли у шведского клуба Хамаргюм норвежца 3-1. И обыграли обидчика на первом еще сутпанском сборе. ЦСКА клуб из Люксембурга Дюди Ланш. 1-0. Родом отличился. Про личные встречи этих команд я уже рассказал по ходу первого тайма. Но эти игры были небогаты на голы. 1-0. 0-1. 1-1. Так играли между собой на сборах ранее. Локомотив и Мель. Пафана. Нинахов всем борется. Пафана все-таки забирает мяч, входит в штрафную. Тяжело против него приходится защитникам. А вот стеночка проходит. Эйкрем. Опасная ситуация. Удар. Штанга. Приходит на выручку с железнодорожником. Как симпатично. Сейчас все разыграли. Навязал борьбу в начале Фафана. Потом показал себя и в подыгрыше. С самой лучшей стороны. Ну и мог забить Магнус Эйкрем. 7-й номер. Очень опасно. Сейчас атаковали футболисты Мельды. А тут вот на ровном месте угловой образовался уже угловодский. Кандидатский команд. Смотрите, стеночка прошла. Да, угол острый. Бьет. А не вратарили. Спас в очередной раз локомотив. Да, 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 да. Молодец. Какой же молодец. Умница. Даниил Худяков. Очередное его спасение в этой встрече. Это не штанга. Это рука, выставленная голкипером, который успел среагировать и закрыл ближний угол. Хитрил, безусловно, Магнус Эйкрем. Он видел вот это движение голкипера, которое он как бы в сторону от ворот начал делать в надежде сыграть на перехвате. И поэтому тут же достаточно сильно заслал мяч в ближний угол. Но молодец. Голкипер железнодорожников. Очередное спасение. Локомотив в атаке. Рыбус навешивает. И надо повторить. Крупным планом Ян Кухта. От него, безусловно, болельщики Локомотива ждут, ждут очередного гола. Рыбус. Короткий разбег. Польский легионер подает. И отлично играет Магнус Гродом в воздухе. Мородишвины назад. Смечом Бабкин. Павло Баринов. Под него уже предлагается Максим Маняхов. А мяч идет в направлении Рифата Жамалединова. И того прихватывает соперник. Возникает небольшая напряженность между боролшимися за мяч. Нарушил правила Сиверт Мансберг. 18-летний. Локомотив атакует. Штрафной. Мяча Дмитрий Баринов. Игрок Локомотива из сборной России. Зидор. Француз штрафной. Серия обманных движений. Неплохо мяч выкатывает под удар Константину Мородишвили. Тот в касание бьет. И направляет мяч значительно выше ворот. Главный тренер Железнодорожников готовит замены. Керк сейчас выйдет бека-бека. Ух-то! Впервые, как я понимаю, не забивает на сборах. Но ничего страшного. Свои пять он положил, забил. Или остается. Или еще остается в игре. Да, Нива меняют. Меняют Рифата. Рифата же Малединова. И так же поле покидает Сергей Бабкин. Как раз в его зоне будет бека-бека работать. А в зоне же Малединова будет уже трудиться Керк. Замена Локомотива. Замена главного тренера этой команды немца Маркуса Гизера. Керка седьмой номер на футболке у Алексиса Бека-бека. Восьмерка. Через Кухту мяч перелетает. Затем следует вы нас. Максим до того, как оказаться в школе Динамо, и играл подмосковным Зорком. Зидор. Что с такой атакующий вариант у Локомотива? И Керка, и Зидор, и Кухта. Все они на поле. Одновременно находятся. Хорошо тут Рыбус сыграл на перехвате и поддержал атаку. Подача. Попытка замкнуть дальнюю штангу. В падении этот мяч хотел выудить и оставить его в игре. Вилсон из Эдуар. Воспитанник Рена. Прошел через Академию Монако. Играл в этой команде. Играл в Басти. Советовался, возвращаясь к его интервью, о котором я уже говорил в первом тайме на официальном сайте Локомотива, расспрашивал про Локомотив, про российский футбол у Александра Головина. Своего тогдашнего партнера по Монако. 61 минута сыграна в этом контрольном матче в Марбели, где базируется Локомотив. Локомотив сегодня сыграет свой последний матч на сборах, но еще задержится на некоторое время в Испании, будет тренироваться и целенаправленно готовится к игре против Краснодар. А 25-го числа из Испании Локомотив выдвинется, вылетит сразу же в столицу Краснодарского края. А 27-го там уже железнодорожники сыграют против местного клуба. В прошлом сезоне Локомотив взял бронзу чемпионата, просить опасный момент, выручает здесь Нинахов, мешает сопернику, обращается к своим защитникам, к своим партнерам и Худяков. Очень много сегодня позволяют сопернику в своей же штрафной железнодорожнике. Поэтому столько и работы у Худякова. Забирает мяч вратарь Локомотива. И сразу же сильно вперед, в надежде своим пасом организовать контравыпад, контратаку на Керка. Передача от вратаря. Ян Кухта. Максим Нинахов. Варинов. Ну и налево, конечно, надо катить мяч, что и делает Дмитрий. Там рыбу скомбинируют с Константином Ардешвили. Ардешвили пошел в оба граж. Мяч в игре. Нет, он все-таки вышел за пределы поля. Тогда надо угловой назначить. Если остановлен с виском рефери проход к Мардешвили, значит угловой. Смотрите, как в домик сейчас прокинет мяч он своему оппоненту. Технично играет Константин. И такое неловкое низкоположение Мартина Бьернбека он поставил. Рыбус вновь навешивает. Борьба. Пабло выпрыгнул. Тут удар Керка. Не получился он у него акцентирован. Он бека-бека прыгает. И с мячом уже Максим Нинаков. Затем катит он мяч назад своему вратарю. Не совсем четко вводил мяч в игру и делал передачу в борьбу на бека-бека. Худяков. Мог случиться перехват. Мог случиться обрез. Локомотив штрафной. Здорово. Хорошо вошел в игру во втором тайме. Очень активно действует и полезно Константин Мардешвили. И тяжело Мартину Бьернбеку, прежде всего, в противостояниях с пятеркой Локомотив. Все время он на пути. Полузащитник от железнодорожников. Не всегда поспевает. Что на этот раз не Рыбус будет, а Мардешвили подавать. Так, а у нас замена в составе датской команды. Ой, прошу прощения, норвежской команды. 30-й номер. Сейчас уточним. Давайте посмотрим вначале за угловым в исполнении Локомотива. Матис Боли вышел под 30-м номером. Умерли. Подача. Братарь на выходе. Недалеко. Добивание. Удар. И если бы не выставленная нога защитника, я думаю, Локомотив, скорее всего, счет бы сравнял. Мяч шел. Створ ворот. Удар получился с хода. Сильно. Нарезали голкиперу борьбу за мяч в железнодорожнике. И тот далеко мяч не выбил. И возник вот этот опасный момент. Пабло. Матис Боли еще один игрок, представляющий Кот Дюар в Мельде. Но родился он в Осло, между прочим. Игрок опытный. Если Фафана совсем молодой, ему 20-й год идет, то вот Боли 31 год. Родился в Осло, но привлекался в сборную Кот Дюар. Это его историческая родина. Здесь нарушение позволил себе Изидор. Задевает в борьбе за мяч и ногу соперника укладывает на газон Кристофера Хеугина. Да, Аполь покинул капитан и автор голевой передачи. Седьмой номер Мельде – Магнус Эйклэн. Одного 31-летнего футболиста поменял на другого 31-летнего футболиста Эрлинг Мо, тренер норвежской команды. Хороший перевод. Отмечаем Верка Риса. Культура паса присутствует. Правым флагом атакуют скандинавы. Мансверк. Точен молодой полузащитник. И подача. Опасно. Мяч штрафной. Опять дают пробить. И здесь Локомотив во многом везет. Но подставлена нога, рикошет. Мяч чуть было не нырнул в дальний верхний угол. Ситуацию взорвал в этом игровом эпизоде Кристофер Хеугин. Смотрите, вот этот пас проходит через всю штрафную. Мяч заваливается за голову Нинахову. Затем уже Пабло вступает в борьбу. А выручает во многом Локомотив капитан Дмитрий Баринов. Защитники не успели накрыть бьющего. Успел центральный полузащитник. Подача. Что ж такое творится при стандартах-то? Опять просто расстреливает ворота Локомотива игрок в белой форме. Если во время гола в первом тайме это был удар Фафана, то теперь вот 22-й номер Магнус Грода. Не хватает сегодня порядка на Вороне. Особенно при стандартах, да и не только при стандартах у Локомотива. Когда есть за что хвалить, мы хвалим и не скупимся на похвалу. Но когда есть за что покритиковать, на это тоже не имеем права закрывать глаза, согласитесь. Надо быть объективными. Ну и в такой ситуации понятно, насколько сейчас важен в центре обороны такой игрок, как Тин Едвай, который сегодня пропускает эту встречу, он отдыхает. По сути Едвай это ведущий центральный защитник Локомотива. Мампаси пока смотрится скромненько, но потенциал у него безусловно есть. Пабло обладает необходимым опытом. Но вот в плане взаимодействия Пабло Мампаси тут есть вопрос. Против Керка нарушение правил. Полит в этом игровом эпизоде в центре поля Магнус Гродо. Вот этот эпизод, этот момент. Все на глазах у арбитра. Реакция реферя понятна. Есть еще время у Локомотива для того, чтобы, ну по крайней мере, счет сравнять и не проиграть в этом контрольном матче. Ясно, что нельзя переоценивать результат, так же, как, наверное, и недооценивать контрольных встреч. Но я уверен, что каждый игрок Локомотива, как бы в голове, все-таки такую мысль имеет. Хотелось бы закончить все эти контрольные матчи в межсезонье, не проиграв ни разу. Вот выше на замену свеженький Бали рванул вперед. Он уже в штрафной. Опасно. Все обошлось, и на этот раз был Локомотива. Не было завершения во время этой атаки, но проход 30-го номера на высокой скорости. Смотрите, как ушел он от Пабло. Уходит от бека-бека. Но затем не сумел сделать точную передачу в направлении партнера. Но опять дали прорваться в штрафную. Лучшим бомбардиром в чемпионате Локомотива в первую часть сезона был Смолов, но он уже игрок Динамо. Он ушел из Локомотива. Второй бомбардир Жемелединов. И по системе гола плюс пас он лучше в команде 5 плюс 4. В этой встрече он уже тоже заменен. Опасный момент. Удар. Да. Не так нельзя играть в обороне. Такие ошибки просто чудовищные. Раз за разом сегодня все железнодорожники, к сожалению, позволяют. В каких-то моментах вратарь выручал. И неоднократно причем. Где-то подводила неточность футболиста в белой форме. Но сейчас Андерсон не простил. 23-й номер, вышедший на замену. Вывалился он 1 в 1 с голкипером. Автор голевой передачи Фуфана. Хороший в подыгрыше был и Магнус Гродом. Раздевают эти три игрока всю оборону Локомотива. Разрывают ее. И точный удар с близкого расстояния. 0-2. Андерсон. Эрик Уланд Андерсон. 29 лет этому полузащитнику. Один из немногих легионеров в составе Норвезской команды. Он датчанин. Уже два года как в Мельде. Вот вышел на замену. Очень спокойно. Как говорится, на опыте. Использовал свой момент. Хорошо предложился. Хорошо открылся. Не хватило у него хладнокровия переиграть Даниила Худякова. Картарю тут вопросов нет. Тут вопрос в том, как Локомотив небрежно обороняется в сегодняшнем матче. Зачастую. Баринов. Баринов. Игры рукой нет. Бали. Идет напролом. Павла сейчас желтую получит. Он нарушает правила, он не пускает нападающего соперника к штрафной ценой нарушения правил. Его останавливает и заслуженная желтая карточка. Изидор получил в самом конце первого тайма желтую. И вот сейчас получает заслуженную желтую карточку, третий номер локомотива. Да, смотрите, вот эти африканцы, которые есть в составе Мельда. Какие настырные, мощные ребята. Речь о Фафана, у него голая голевая передача. И вот вышел еще на замену игрок африканских кровей Матес Боли. И тоже смотрится прилично. Проблема создает. Андерсон у мяча решил пробить по воротам, угодил в стенку. Нинахов, Андерсон борется. Нет фола. Коллективный отбор со стороны скандинавов. Но перестарались они Яну Кухту затолкали и уложили на газон. Что еще там на замену? Готовятся. Вот эпизод, когда Кухта слегка пострадал. Попал в тиски. Мартин Бьернбек поле покидает. А на поле появляется под девятнадцатым номером. Эрик Фауган. Хоген, вот так даже правильно произносить его фамилию. Судя по тому объявлению, которое мы сейчас услышим. Локомотив проигрывает уже с разницей в два мяча. Жесткий стейк. Арбитр показывает, была игра в мяч. И не собирался он эту... После этого момента встречу останавливает. Но все-таки решил подстраховаться. Вдруг там кто-то травму получил. На газоне Нинахов со стороны российской команды. Возможно, мы увидим сейчас и представителей медицинского штаба Локомотива на футбольном поле. Пауза в игре. Сиберт Мансверк тоже ног не убрал. Именно вот к этому игроку присматриваются такие клубы, как Останвилла, Эвертон, Интер и Болонья. Дважды поразили в этом контрольном матче в воротах Худякова. Болисты Мельды. В первом тайме отличился Фафана. А во втором тайме совсем недавно забил Андерса. Но все в порядке. Без серьезных травм. К счастью, все живы-здоровы. Все готовы продолжать эту встречу. Но рефери будет иметь право добавить даже пару-тройку минут так называемого компенсированного времени. Баринов. Нинахов уже в игре. Зидор. Билсон делает неточную передачу. Хотел Керка вывести вперед по флангу. И отлично работает в отборе Константин Мородишвили. Но вот острого продолжения найти ни ему, ни партнерам не удалось. Попытка пробиться через центр. Андерсон делал передачу на Петрова Фана. Нейтрализовали защитники «Локомотива». Зидор. Нахов. Пабло. Мампаси. Неплохая передача. И надо забивать Керку. Вратаря уже он переиграл, но не сильно послал мяч на правильный ворот. И на выручку голкиперу пришел центральный защитник Мельда. Да, паста от Мампаси. Красота. И в ней игры нет. Но выручает команду Кристофер Хоген. 28-й номер. Как нужен был бы сейчас «Локомотиву» этот гол на 77-й минуте. Забили бы. И получили бы хорошую возможность. И такой, знаете, эмоциональный импульс дополнительный. Чтобы уйти от поражения в этом контрольном матче. Время еще остается. Но не было этого гола. Первого гола «Локомотива». Пока мы так его и не дождались. Хотя моменты были. Первом тайме его втором. Но если соперник «Железнодорожников» в свои моменты далеко не все, вспоминая опять-таки о подвигах Худякова, но тем не менее два реализовал, то «Локомотив» ни одного своего момента пока еще не сумел трансформировать хотя бы в один гол. «Локомотива» ни одного гола «Локомотива». «Локомотива». Коллективный отбор. Сразу втроем вцепились у одного игрока норвежской команды. Зелено-красные. Не дали продвинуться быстро вперёд. По четвёртому номеру Хансен появился в защите. Мог сейчас пройти и пас, потому что мяч нырнул неожиданно под ногой у Пабло. Фуфана готов был вывалиться один в один. Бали. Гродом перевод мяча с одного фланга на другой. Рыбус встречает, закрывает свою зону, помогает ему и Константин Мрадишвили. Но скандинавы ребята уперты и продолжают атаковать через правый фланг. Вот сейчас лишь удалось отобрать мяч, и к тому же было нарушение правил Андерсон полит. Зацепил он бека-бека. Больше двух мячей, когда играли эти команды, в своих контрольных встречах не забивалось. Если случится гол в одни или в другие ворота, то впервые между этими командами будет сыгран верховой матч. Все предыдущие были низовыми. Ах, какая ошибка. Низкоподуставший уже Изидор не встретился с мячом после передачи Максима Нинахова. Локомотив пытается прессинговать. Правда, пока без особого успеха. Хороший пас. Бали. Нинахов его преследует. Бали вновь штрафной. Он быстрый, резкий, на свежих ногах. Создает напряженность штрафной соперника. И, скажем так, прилично мучает Нинахова прежде всего. Тут нашему юному галкиперу достается по рукам. Уже не в первый раз. Вот так на скорости вираж закладывает и забегает в штрафную площадь 30-й номер Мёль. Можно продолжать эту встречу. Спокойно контролирует мяч. На правой бровке скандинавы приближаются к штрафной. Андерсон, а вот здесь не хватает взаимопонимания игрокам. А Мёльды. Ошибка. Напомню, что «Локомотив» первую часть сезона завершил на шестом месте. 28 очков у железнодорожников. 7 побед, 7 нищих, 4 поражения. 24 мяча забито, 19 пропущено. От «Зенита» отставание. В 10 очков. От «Сочи», от команды которой идет третий, всего лишь навсего на 3 очка отстают железнодорожники. Краснодар, «Химки», «ЦСКА» – это первые три матча в чемпионате. После перерыва и кубковая игра одной восьмой финала против «Енисея». Ждать официальных матчей РПЛ и Кубка России осталось совсем недолго. Заканчивают наши команды свои заграничные учебно-тренировочные сборы. И скоро пойдут официальные игры, где уже будет особо не до экспериментов, где превыше всего будет результат. Если на сборах, в контрольных встречах можно экспериментировать и даже нужно экспериментировать, пробовать какие-то новые сочетания и, естественно, наигрывать то, что в тренерской душе угодно. Строить крепкую, добротную, прочную игру. Но сегодняшний матч во многом «Локомотиву» не удался. Еще раз повторяю, слишком много ошибок себе позволяли в обороне железнодорожники, но и свои моменты не реализовали. Пабло играет назад, Даниил Худяков с мячом. Ну, а Мельды показывает, что это действительно добротная команда. Со своим таким фирменным скандинавским стилем. Команда, которая любит играть в силовой футбол. Вот смотрите, какой перехват в центре поля. Ошибка. Опять привозит себе момент железнодорожники. К счастью, он не превращается в третий гол, будет только угловой. Это Датров Аван. А вот, знаете, всем хорош, этот нападающий, резет вперед. Хорошую физическую готовность демонстрирует. Все-таки уже идет такая там 84-я минута. Но реализация у него явно хромает. Столько моментов, а забил только один гол. Но при этом еще и голевую отдал. Никуда не спешит Андерсон. Автор второго гола в этой встрече. Если проиграет Алкомотив этот контрольный матч, это не смертельно. Может быть, как раз и кого-то с небес на землю этот результат. Некоторых игроков опустят в преддверии важнейшего выезда в Краснодар. В результате, я думаю, Алкомотив еще более ответственнее отнесется к матчу против Краснодара. Здесь положение вне игры. Ну и есть еще время в тренировочном процессе необходимые корректировки внести. Как я уже говорил, что-то подкрутить. Подшаманить главному тренеру железнодорожников Маркусу Гиздалю. Полу уже в официальных матчах подобного не повторялось. Особенно в таких объемах. Пол в центре поля. 86-я минута. 0-2. Алкомотив проигрывает норвежскому клубу Нольде. Позиционные атаки железнодорожники. Баринов. Пабло. Может быть, Мампаси сейчас получающий мяч еще сделает такую передачу. Замечательную, хорошую. Такую он сделал несколько минут назад на Керка. Нет, другое решение. Попроще. На Баринова. А Баринов уже к линии. Штрафной мяч отправляет. Здесь борьба. Подбор. Подбор за локомотивом. Будет ли завершение. Баринов. К мячу не успел. Хорошо играет Максим Нинахов. Изидор продвигается вперед. И здесь на радиусе столкновения. Нарушение правил. Это шанс для локомотива реально угрожать воротам соперника. Зарабатывает штрафной с перспективами Константин Марадешвиль. Практически прямо по центру. В районе 20 метров до ворот. Надо бить. Надо попадать. Надо пытаться забить. Распечатать ворота Якова Карлстрому. У него не так было много работы сегодня, как у Худякова. Но в одном эпизоде в первом тайме он сыграл роскошно. Когда спас свою команду, выставил свою длиннющую ногу, среагировал и парировал удар с близкого расстояния от Яна Кухты. Рыбов собирается пробить поворот. С левой ноги. Может и Баринов с правой зарядить. Внимание. Стенка выстроена. Страховка под стенку подложена. Мне кажется, тут 9 метров нет. Такое впечатление, что меньше. Арбитр не вмешивается, но игроки Локомотива не настаивают. Итак, внимание. Рыбов бьет поворотом. Стенку не перекинул польский легионер. Упущен момент. Упущен шанс. Керк. Расстрял и угловой. Да, было бы интересно, он сейчас сумел все-таки забить свой второй мяч на этих сборах. Рыбов, если бы положил со штрафного, еще несколько минут бы оставалось у Локомотива. Можно было даже замахнуться на ничью в этом матче. Мурдишвили готов выполнить угловой. Подача не лучшего качества. И ничего не сумели в плане угрозы воротам соперника продемонстрировать при этом корнере железнодорожники. Кудяков начал атаку своей команды. Бека-бека в центре. Получает мяч. Двигается вперед, осматривается. Ищет, ищет партнеров. Есть предложение на фланге. Он играет с помощью короткой передачи через центр. Затем от Мурдишвили мяч уходит налево. И удар хлесткий в ближний угол Азидора. В полном порядке Якоб Карлстром. Надежен 25-летний страж ворот Мёльды. Но для статистики еще один удар в створ ворот в исполнении игрока Локомотива. Еще раз напомню все результаты контрольных встреч Локомотива на испанских сборах. 22 января была ничья против клуба Яблонец 1-1. 26 января Спарту Праскую переиграли 3-2. Железнодорожники 4 февраля сыграли в ничью с Мальми 1-1. 10 февраля выиграли у Гитеборга 4-2. Причем одержали волевую тогда победу. Сегодня, судя по всему, в последнем контрольном матче Локомотив проиграет Мёльды. Идет 90-я минута встречи 0-2. Азидора схватил за майку. Здесь откровенно соперник. Это был Хансен. И желтую судья показал. Вновь заброс в линию атаки. Там Керк ближе всех к воротам. Но с мячом он не встречается. А рефери уже посматривает на свой секундомер. Близок к сухому матчу в этой встрече Якоб Харлстром. В игре с Ростовом он пропустил два мяча. Сегодня, скорее всего, отыграет на ноль. Но ни в коем случае не надо излишне горевать и сильно расстраиваться поклонникам Локомотива в связи вот с этой неудачей в последней игре на сборах. Самые важные, самые главные игры, по результатам которых можно и нужно будет судить Локомотив, эти игры впереди. Они уже совсем скоро, ближайшее 27 числа в Краснодаре. Две минуты добавил рефери. Еще одна ошибка в обороне. Опасный момент. И счет становится крупным. Фафана оформляет дубль в этой встрече. Пабло разводит руками. Не знаю, то ли на партнеров у Каризина смотрит, то ли к арбитру обращается. Мол, подтолкнули меня. Но счет даже не ноль-два, а ноль-три. Получается, вот так Локомотив горит с крупным счетом в этом товарищеском контрольном матче. Фафана герой. Два мяча. Дубль. Голевая передача. И еще множество моментов. Мокман и хитрик легко записать на свой счет в этой встрече. Смотрите, заброс. Здесь Нинахов провалился. Пабло не удержался на ногах. И затем, находясь под острым углом, находит возможность для удара. Точного Фафана пробивает Худикола. Да, обидно. Да еще и с крупным счетом проигрывает. Ноль-три Локомотива. Но это поражение, еще раз подчеркиваю, сегодня так, игравшие обороны, не выглядит какой-то сенсацией. Потому что, действительно, столько ошибаться. Но тут, наверное, на 10 матчей вперед этих ошибок хватит у Локомотива. В общем, обязательно разберется тренерский штаб железнодорожников во главе с Маркусом Гизделем. Со всем тем, что сегодня произошло в контрольном матче против Мельды. И, наверняка, будут сделаны правильные выводы. И мы с вами увидим уже совершенно другой Локомотив в матче против Краснодара. Ну, а на этом у меня, пожалуй, все. С вами был комментатор Владислав Батурин в заключении трансляции. Благодарю коллег за хорошо проделанную работу. Вас, друзья, за внимание к этой игре и ко всему тому, что делает для вас ОКО. Счастливо. До свидания. До новых встреч. И удачи.